Здравствуйте дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале! В этом видео я предлагаю всем любителям выращивания петуни провести сравнение своей и нашей рассады. Особенно, друзья, я хочу, чтобы сравнили те из вас, кто выращивает петуни по моим советам. Потому что я показывал с самого начала и знаю, что многие зрители идут по следам, как говорится, по следам. Кто выращивает самостоятельно и впервые, допустим, видит меня и мои видео о выращивании петуни, друзья, советую начать просмотр с посева двумя способами петуни. Я там рассказывал, как мы начинали все это выращивание. Ну и так далее поэтапно. Но думаю, в любом случае, даже если вы выращиваете по своим методикам, это видео все равно будет для вас полезным. Итак, друзья, петуни перед вами сейчас посеяна 1 февраля. Сегодня 16 февраля, то есть прошло 16 дней от посева. Не от сходов, а от посева. От сходов это приблизительно 12 дней. Смотрите, эта петуни растет, которую мы присыпали семена чуть-чуть песочком. Видите, вот следы песочка под растениями наблюдаются очень отчетливо. И петуни, которую мы не присыпали. Вот две большие разницы. Друзья, сразу хочу сказать, что никакими препаратами против черной ножки мы не проливаем. То есть фунгициды мы еще ни разу не использовали. Марганцовками не проливаем, грунт не пропаривали. Видите разницу? Вот не присыпанная. И здесь были у нас такие небольшие очаги выпадения. Вот даже если покрупнее показать. Видите, вот два растения. Они упали. Это черная ножка. В то время как песочек, где использовался, абсолютно все стоит крепко и прочно. Друзья, что мы сейчас делаем и как мы выращивали? Вот смотрите, 16 дней после посева. И давайте посмотрим поподробнее, как выглядят сами растения. Они не тянутся. Они не бледные. И мы их не присыпали ни песочком. Вот присыпка песком была осуществлена только лишь при проведении посева. Главное условие, почему она не потянулась и почему она такая крепенькая, уже буквально скоро настоящий листочек появится. Главное условие это осуществление подсветки на протяжении двух первых недель нашей рассады. То есть мы круглосуточно подсвечиваем. За счет этого именно у нас не происходит вытягивания растений. Друзья, для тех, кто не знает, вот можете посмотреть. Две люминесцентных лампы мощностью 36 ватт каждая. И площадь вот этой мини-теплички 0,7 квадратных метра. Постоянно мини-тепличка открыта. То есть если поднять температуру, мы ее занавешиваем пленкой. Но она всегда у нас на опроветривании. Поэтому температура в этом отделении порядка 20 градусов. Вот нижний отдел, где у нас происходит проращивание семян. Видите, здесь все закрыто, все на стеклышках. И закрывается пленка, чтобы была повыше температура. Следующее, что мы обязательно делаем, друзья, это чередуем циклы полив-подсушивания. То есть полив проводим только тогда, когда рассада, почва вокруг рассады слегка подсохнет. Это нам позволяет. Вот когда подсохшая почва, корневая система каждого растения начинает более интенсивно развиваться в поисках влаги. И даже не применяя никаких стимуляторов развития корневой системы, мы слегка стимулируем корень отсутствием влаги. Он разрастается, становится корневая система более развитой. В междуряде, естественно, мы прорыхлеваем между поливами. Вот через день после полива, легенько, зубочисткой. Это не сложно сделать, но польза от этого будет ощутима. Полив, конечно же, стараемся проводить сугубо под корневую систему, чтобы меньше влаги здесь у нас задерживалось. По вопросам проведения подкормок, в такой стадии развития, естественно, никаких подкормок мы еще не применяли сюда. Никаких обработок фунгицидами, стимуляторами развития и так далее тоже мы не пользовались. В этом необходимости нет. Сейчас растения прекрасно получают питание из почвы. А в почве, в нормальных субстратах дополнительное питание есть, которого вполне достаточно для нормального развития растений на начальном этапе выращивания. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как обстоят дела у вас с выращиванием рассады. Насколько отличается, потянулось, не потянулось, друзья, ну, а выводы, я думаю, вы на основе осмотра моей рассады и на основе тех действий, которые делаем мы, сделаете для себя и сможете исправить ситуацию. На этом видео закончу. Спасибо всем за внимание. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Кстати, кто хочет почитать интересные статьи, можете перейти по ссылке внизу на моем сайте о выращивании питуней, очень много интересной и полезной информации. Еще раз спасибо. Всего доброго. До свидания.